Для света есть имя собственное, Марко Поло. Да, он путешественник, при этом оснащен всем необходимым для комфортного отдыха. Ценный совет от Владимира Андриенко. Не промахнитесь, покупая поддержанный Мерседес. Перед вами один из первых образцов автомобильной рекламы. Забавно и убедительно. Программа Фаркоп 11 и 14 марта. Торговый дом Микробит представляет программу. В апреле 1971 года фирма IBM представила первую модель компьютера для массового пользователя. Это было начало. Здравствуйте, вас приветствует компания Микробит. Если в это самое время вы оказались у телевизора, значит вы настоящий пользователь. То есть, стопроцентно наш человек. И поэтому для начала давайте узнаем, что нового появилось в столь любимом нами мире компьютера. Слово Татьяне Осекиной. Здравствуйте. Компания Микробит предлагает вашему вниманию обзор новостей компьютерного бизнеса. В конце февраля фирма AMD представила новую линию процессоров под названием K6-3. Точнее вышла только 400 МГц версия процессора, да и та в основном для крупных дистрибьюторов. О процессоре 450 МГц мечтать пока рано. Крупным производителям PC разосланы только образцы, а массовые поставки ожидаются только в марте. Цена, как и предполагалось, 284 доллара за 400 и 476 долларов за 450 МГц. По утверждению AMD новый процессор обгоняет K6-2 и Pentium-3 практически на всех тестах и приложениях. Наиболее влияющим на скорость качеством стала трехуровневая система кэша. 64 и 256 килобайт на процессоре и 1-2 мегабайт на материнской плате. Единственное, о чем забыли упомянуть представители фирмы, для того, чтобы новое чудо AMD обогнало Pentium-3, разработчикам программного обеспечения придется потратить пару недель на оптимизацию софта под новый процессор. Будут ли они этим заниматься, неизвестно. Но уже сегодня компания 3DFX Interactive объявила, что в сочетании с технологией 3DNow, используемой в процессорах K6-2 и K6-3, ее акселераторы Voodoo 2 и 3 будут достигать максимальной производительности. Фактически, это равносильно заявлению, что любой поклонник современных компьютерных игр должен иметь процессор производства AMD. Один из немецких компьютерных журналов утверждает, что уже найден путь к взлому серийного номера процессоров Pentium-3. Отмечается, что уникальный идентификатор может быть легко включен или выключен без ведома пользователя при помощи небольшой программы. В ближайшем будущем можно ожидать появления новой разновидности сетевых вирусов. Intel включила в процессор серийный номер с целью повышения безопасности электронных расчетов. Однако, не приведет ли это к противоположному результату? Компания Intel продвигает компьютерные технологии в сферу автомобильной промышленности. Connected KPC – это управляемый голосом командный центр автомобиля на базе процессора Pentium MMX. Он умеет читать, отсылать электронную почту, звонить по телефону и даже воспроизводить DVD-фильмы и видеоигры для пассажиров на задних сиденьях при наличии дополнительного жидкокристаллического монитора. С другой стороны, многие специалисты по безопасности вождения опасаются, что компьютер в автомобиле станет дополнительным отвлекающим фактором для водителя. Как вы понимаете, это не все новости на сегодня. У нас вообще этих новостей пруд прудим. Кстати, подоспели и первые ответы на настойчивые просьбы наших телезрителей. Из всего потока обращений любителей портативной техники мы выделили несколько тем. Их мы и будем освещать по мере возможности. Первый и на наш взгляд главный вопрос – это апгрейд. Существует устойчивое и по-моему совершенно неверное мнение, будто бы ноутбук – это некая вещь в себе. Согласиться могу только с тем, что в настоящем ноутбуке, да, вы не имеете возможности заменить центральный процессор. В классном ноутбуке стоит интеловский процессор в планарном исполнении специально для мобильных компьютеров. И он намертво запаян в материнскую плату. Зато не отсоединится при транспортировке и не съест за пять минут всю энергию аккумулятора. А вот дальше, дорогие мои, апгрейдить можно всё. Да ещё как. Возьмём оперативную память. Вот эту вот маленькую такую. Базовая память, как и процессор, запаянный в материнскую плату. Но рядом мы можем видеть один-два свободных разъёма. Именно для расширения оперативки. К имеющимся в вашем ноутбуке 32-мегабайтам памяти вы можете добавить ещё 8, 16, 32. Ну, считать, я надеюсь, вы умеете. С винчестером дело обстоит ещё проще. Не надо отворачивать десятки винтов, перетряхивать весь компьютер, а знаете ли, так элегантно вынимаете свой базовый в 2 гигабайта и заменяете его на другой. Пардон, 8 гигабайт. И не делайте большие глаза. Как специалист, ответственно заявляю, что современные технологии позволяют изготавливать 2,5-дюймовые винчестеры объёмом до 8 гигабайт. Проблемы отсутствия наличия факс-модема для ноутбука просто не существует. Если в вашем компьютере такового нет, или имеющийся вам разонравился, всегда можно воспользоваться универсальным разъёмом под названием PC-MCI-слот. Ну, коль мы уже заговорили о разъёмах, то напомню тем, кто подзабыл, и тем, кто плохо расслышал, что в ноутбуках разные устройства и адаптеры подключаются. Либо через параллельный, либо через последовательный, либо через USB, либо, наконец, через инфракрасный порт. Ну, а о PC-MCI-слоте уже и говорить неудобно. Короче говоря, вот эту маленькую машинку вы можете обвесить сетевой картой на коаксиальном соединении, или на витой паре от 10 до 100 мегабит. Хотите, повесьте на него универсальную карту, витая пара и коаксиал вместе. Хотите комбинированную карту, факс-модем и сетевая. И в конце концов, на тот же самый слот вешаются родные скази-адаптеры, через которые подключаются CD-райтеры, сканеры, магнитооптика, наконец, просто дополнительные винчестеры. Ну, ну что ж, я думаю, вы больше не станете слушать те глупости, которые распространяют фанатики этих огромных вычислительных машин под названием десктопы. Ну, а чтобы на меня не обижались эти самые фанатики, предлагаю окунуться в мир компьютерных новостей. IBM присоединилась к популярной в последнее время концепции System on a Chip, заключающейся в объединении нескольких блоков компьютера в один. IBM выпустил микросхему, сочетающую центральный процессор и до 32 мегабайт оперативной памяти. Понятно, что такая организация избавит процессор от простоев при обращении к монолитному блоку памяти вместо отдельных чипов. Новая микросхема изготавливается по 0,15-микронной медной технологии. Ее пока предполагается использовать в скоростных интернет-роутерах и хабах, а в дальнейшем в новых поколениях графических акселераторов. Российские разработчики суперкомпьютеров представляют проект микропроцессором в пять раз превышающего аналогичный процессор Intel Merced. Чип, названный E2K, разработан компанией Elbrus International, в течение 40 лет занимавшейся решением военных задач. Процессор работает на частоте 1,2 ГГц и имеет 256 кБ кэша второго уровня. Пока E2K существует только на бумаге, хотя безошибочность дизайна полностью подтверждена. Сегодня в России негде изготовлять сложные процессоры, а организации производственной базы стоят денег. Немаловажно, что в Intel пока отказываются комментировать новую российскую технологию. Такие новости предоставила нам сегодня компания Microbit. Ближе к концу программы мы встретимся с вами еще раз. Наверное, телезрители, а в особенности телезрительницы, а таких я знаю немало, которые смотрят нашу программу, в душе упрекают меня. Друзья, что ж ты, мол, Володя, сегодня праздник, а ты не то, что не поздравил, а как-то нарочно игнорируешь международный женский день. Друзья мои, с одной стороны, вроде бы уже и не праздник, вы на часы-то посмотрите. Но с другой стороны, ну, с той, с которой праздник, вроде было бы и неприлично ни словом не обмолвиться. Поэтому, дорогие мои любимые пользовательницы, поздравляю вас от души и предлагаю вашему вниманию рубрику «Интернет», которая полностью посвящена вам. Если вы не успели сделать своей женщине вещественный подарок, то вы можете легко исправить положение, сделав ей подарок виртуальным. Последуйте нашему примеру и покажите ей в интернете несколько любопытных страниц. Прежде всего, это, конечно, сайт www.kosmeru.ru, интернет-версия всемирно известного журнала «Космополитен». Не менее интересен и девичник, сайт для женщин. Да, мы найдут здесь массу полезных советов, интересных статей и ссылок. А по адресу www.lady.spw.ru расположен сайт под названием Web Woman. Его создателем является Ирина Иванова, автор популярной книги «Интернет. Любовь, эротика и секс». На страницах Web Woman женщины в любое время дня и ночи смогут прочитать интересные статьи, пообщаться с подругами в форуме или попытаться найти себе спутника жизни. Особенно хотелось бы обратить внимание на раздел сайта, названный «Сурпрайз». К празднику в этот раздел внесены существенные изменения. В частности, обновлены разделы «Открытки и подарки», а также открылась фотогалерея. Конечно, в кратком обзоре невозможно рассказать обо всех ресурсах интернета. Если у вас есть компьютер, подключенный к сети, настоятельно рекомендую вам потратить несколько часов и найти свой любимый, приятный и оригинальный подарок. Ну, это не последнее поздравление в нашей программе. Сейчас новости телекоммуникации, а после информации нашей очаровательной ведущей будет рубрика, которую вы все так любите. Но это через пару минут. Слово Татьяне Осекиной. Отлайн компьютер ньюс. Every five minutes. Следующие новости любезно предоставлены компанией северо-западной GSM. Фирма Panasonic представила на суд пользователей мобильной связи новый аппарат. Модель Panasonic GD70 работает в сетях GSM900 и 1800. Хотелось бы отметить две особенности телефона. Во-первых, в нем применена самая новая система кодирования голоса – IFR. А во-вторых, новинка от Panasonic оснащена функцией громкой связи, что, безусловно, удобно для безопасных разговоров за рулем автомобиля и для проведения конференций. В Panasonic GD70 используется пятистрочный графический дисплей, диктофон на 50 секунд записи и встроенный вибровызов. Литий-ионная батарея без эффекта памяти гарантирует вам непрерывную работу телефона в режиме ожидания до 130 часов и до 3 часов в режиме разговора. Немаловажно и то, что новый аппарат от Panasonic обладает малыми размерами и весом всего 130 грамм. Напоминаю, что блок новостей, посвященный телекоммуникациям, подготовлен при помощи северо-западного GSM. А сейчас рубрика «Мой мир компьютера». Мне осталось только представить ее сегодняшнего гостя. Это популярный питерский телеведущий Сергей Прохоров. Ой, ну первое знакомство, наверное, состоялось из газет, а потом появился компьютер на работе. Но я сразу скажу, я к нему практически не подхожу. Я на нем снимаю стрессовое состояние, то есть играют. А работает на нем секретарь. Вот она печатает какие-то бумажки, и я уже понял, что это намного интереснее, намного удобнее, чем пишущая маршрутка. Ну, я прекрасно понимаю, что в повседневной жизни эта штука необходима. Я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы дома стоял, я бы сидел и копался в интернете, потому что, когда мы монтировали на телестудии «Золотой телец», вот там всегда стоял компьютер, и во время монтажа я периодически вот как бы по интернету шарил там вот в рубрике «Анекдоты», разные приколы, «Красная бурда», «Развлекательная газетка», и это очень здорово, чтобы вот какой-нибудь свеженький анекдотик прочитать. Для этого, в принципе, компьютер просто необходим. А знаете, когда просят поздравить женщин с 8 марта, вот, то всегда в голову приходят 4 строчки, я их выучил в юности, поэтому всегда они к 8 марта очень хорошо подходят. Это 4 строчки из произведения «Собака на сене», их произносит там такой персонаж Керубина, они очень простые. «Пол прекрасный», «Пол чудесный», «Ради ваших чудных глаз лезем мы порой на стены, а прожить нельзя без вас». Поэтому с праздником всегда улыбайтесь и будьте счастливыми и любимыми. Ну а сейчас на очереди рубрика, которая является своеобразной скорой помощью для наших некоторых самых пытливых телезрителей, которые все-таки купили ноутбук и растерялись от какой-нибудь пустяковой проблемы. Ну а теперь, слава богу, вы уже не бежите к своему официальному дейлеру, а сидите дома перед телевизором и ждете, когда Алексей Федоров вам объяснит, что к чему. Полезные советы нашего консультанта. Сегодня я расскажу, как правильно пользоваться ресурсами энергосбережения ноутбука. Для начала надо заметить, что им обладают только ноутбуки известных фирм. Так как разработка и внедрение технологии энергосбережения требует довольно внушительных технологических затрат. Протосильный компьютер умеет работать как от сети электропитания, так и отстроенной аккумуляторной батареей, которая имеет определенную емкость заряда. Если научить компьютер экономно использовать этот заряд, то, соответственно, и ноутбук будет работать дольше, и жизнь аккумулятора будет более продолжительной. Так как долговечность аккумулятора сильно зависит от силы тока разряда. Поэтому, настраивая компьютер для автономной работы, вы обязательно должны добавить к набору программного обеспечения утилиты от производителя, которые отвечают за ресурсы автономного питания. Надеяться на то, что это сделает Windows 95 или 98, нельзя, так как Microsoft просто физически не может предусмотреть всех особенностей работы каждого ноутбука. В установках энергосбережения в первую очередь надо обратить внимание на то, как будет работать ваш компьютер – от сети или автономно. Если от сети, то можно все параметры выводить на полную мощность. Компьютер должен работать с максимальной производительностью. Если от аккумулятора, то целесообразно установить работу каждого внутреннего устройства в соответствии с вашими задачами. Чтобы настроить машину на самую продолжительную работу от аккумулятора, вы должны изменить тактовую частоту процессора, уменьшить ярко освещение экрана, поставить режим включения и вращения вентилятора на процессоре в экономичный, а также отключить внутренний кэш-процессор. Внимательно надо соотнести стиль вашей работы на компьютере с настройкой отключения внутренних устройств по времени. Например, если поставить, что винчестер будет останавливаться через 3 минуты, а обращение к нему будет происходить через каждые 2, это значит, что на данном устройстве мы ничего не сэкономим по питанию. То же касается и экрана, и всей системы в целом. В заключении напомню, что способность управлять энергоресурсами обладают ноутбуки только от производителей, которые занимались этим вопросом. А таких немного. Ну что же, всё серьёзное, вроде бы позади, пора отдыхать. Сейчас последний выпуск новостей Татьяны Осекиной. Это то, что в ближайшее время предлагают разработчики игр. Сидмэр славится умением создавать игры, вызывающие синдром под названием «Спящий на работе». По милости двух частей «Цивилизейшн» и в меньшей степени «Колонизейшн» многие из телезрителей проводили ночи напролёт у своих мониторов. Считаем своим долгом предупредить, что очередное творение мэра «Сидмэрс Альфа Центаври» способно вызвать не меньший по убойной силе результат. Как вы помните, вторая цивилизация заканчивается отправлением космического корабля с Земли к звезде Альфа Центавра. Тут-то и начинается действие новой игры. О переработке графики говорить смысла нет, но вот в игровом процессе стали прослеживаться отголоски «Вокрафт» и «Старкрафт». Многие, наверное, помнят неплохую тактическую стратегию прошлого года под названием «Амимен», которая, в общем, прошла в тени «Смол Солидас» и «Командос». «Амимен 2» — продолжение саги о четырёхцветных пластиковых солдатах, выполняющих совсем не игрушечные по сложности миссии. Во второй части поле боя наконец-то вышло в третье измерение, добавились тонны весьма специфического оружия, такого как аэрозольные баллончики или увеличительные стёкла. Игра весьма гибка в режиме мультиплеер. Можно поиграть в «Захвате флага» или «Царь горы», а то и просто устроить всеобщую свалку без правил. «Джио» — захвате флага или «Царь горы», а то и просто устроить всеобщую свалку без правил. «Джио» собирается этой весной издать PC-версию приключенческой ролевой игры с элементами экшен — «Дарк Стоун». Над ней трудится «Дельфин Софтвэр», известный своими хитами «Another World», «Флэшбэк», «Фэйд ту Блэк», серии «Моторейс» и другие. Действие игры разворачивается в средневековом мире. Участники событий добывают семь магических кристаллов, которые должны наполнить силой магический шар. Этот шар необходим для уничтожения злого дракона Драака. Игра будет трехмерной, причем игрок сможет отправлять двумя персонажами одновременно. Обзор новостей компьютерных игр подготовлен совместно с журналом «Страна игр». В студии была Татьяна Осекина. Встретимся с вами через неделю. Девушки отдыхают «Дельфин Софтвэр». Девушки отдыхают «Дельфин Софтвэр». Дорогой, ты тратишь кучу денег на телефонные разговоры. Мой новый телефон системы GSM. На деловые разговоры уходят не больше ста долларов в месяц. Ну что ж, Александр, я уже слышу, как многотысячная армия ваших поклонников нетерпеливо щелкает по клавиатуре. Конечно, им не столь близки те серьезные проблемы, которые мы поднимаем в нашей программе. Но они и вам, по-моему, не очень близки. Вы уже у нас все больше кулаками. Привет, Вова. Что хочу сказать. Значит так. Пока твои продвинутые пользователи следили за полетом твоей немудреной мысли, в мире творятся... Субтитры создавал DimaTorzok